Жалко, что нет карты, я... Всем привет, с вами Аня, вы на канале Bookspace, и я поняла за свой отпуск, за все три его дня прошедшие, что он на меня влияет пагубно. Потому что видео не снимается, блог плохо пишется, а мне хочется только валяться на кровати и потолок плеваться. Поэтому прекращаем это мракобесие и начинаем потихоньку вливаться в работу, в любимую работу. Ну и как бы пора свои видеодолги, но раздавай потихонечку, поэтому сегодня в такой очень экспериментальной локации я снимаю для вас обещанный Try a Chapter Tag. Так что да, снимаем легкое видео, ну по крайней мере оно должно для меня получиться легким, потому что я уже вам готовлю свою стопочку будущего прочитанного. Но для начала вбудем себя в новую кабалу, потому что Try a Chapter Tag это своеобразное надкусывание пяти книжек. В каждой из моих пяти выбранных книг я читаю по одной главе и с вами ее примерно обсуждаю, насколько она захватывающая, насколько там мощная завязка, ну и так далее и тому подобное. Я решила, что так же я для вас прочту вслух, это будет для меня такая своеобразная тренировка моей речи, медленно, спокойно вам прочесть. По первому, ну одно-два предложения, но я вам прочту его вслух, потому что знаете, ребята, в принципе первое предложение это самый мощный крючок, который в принципе автор для вас и создает. Если первое предложение, ну так себе, то, ну чтобы книга вам не понравится, либо не запомнится, но все-таки первое предложение очень много значит, а первая глава тем более. Вообще в первой главе любой художественной книги, по идее, должен намечаться конфликт, хотя бы небольшой. То есть первая глава, она не должна быть проходной. Вот что я имею в виду и сегодня мы это проверим. Ну такой маленький дисклеймер, друзья, я абсолютно вообще даже близко не уверена ни в свете, ни в принципе в локации, потому что у меня как бы одно маленькое окошечко, но оно мне не дает света. Поэтому вот у меня сейчас стоит лампа и все это мракобесие вы можете здесь наблюдать, но мы здесь собрались для чтения книг практически онлайн. Давайте я вам покажу, что я выбрала. Итак, в первую очередь, вот в самую первую очередь я бы прочла именно ее. И мне кажется, что это для меня, ну чересчур очевидное решение, наверное, я предсказуемое, но тем не менее, летопись Винокинга это фиговое лето, поэтому эта лето могла бы исправить книга «Мешок с костями», и это, знаете, 95% ваших личных пожеланий в моем видео с моими планами на лето. Честно говоря, даже особо волонтацию не учитывалось, в принципе, сами можем ее потом и проштурмовать. Вторая книга у меня уже хранится около, ну не двух лет, нет, не буду врать, но около года 100%, и это «Чудовище из Норвода». Она у меня была заявлена на мои 12 забытых книг, про которые я тоже забыла. Такая ирония у книжных блогеров тоже, в принципе, бывает. Следующая книга, она чересчур ожидаемая вами, мною лично, в принципе, буктюбом, потому что вот каждый буктюбер ее шурмует, хотя, в принципе, я должна была прочесть в первую очередь именно я, как любитель фэнтези, я говорю про «Кровь и железо» от Джо Аберкромби. Короче, давно обещала, и сегодня мы положим к этому первый шаг. Следующая книга у меня это «Бессмертники» Хлои Бенджамин, по большим советам от Полины Парс, поэтому, в принципе, я думаю, что она должна мне понравиться, не по идее, так по мысли, которая потом мне мою голову заложит. И финальный вариант, пожалуй, для меня он самый здесь внезапный, потому что я планировала на его место именно Мартина Идена, но решила в финале, что было бы гораздо интереснее, прямо на камеру в режиме реального времени, своими эмоциями с вами поделиться по поводу книги. Да, Мьевеля. Окей, из всего этого многообразия я решила взять самую легкую книгу именно в плане своего построения сюжета. В общем, ну короче, рамфан, друзья, что уж там. Давайте посмотрим. Кира Измайлова для меня, в принципе, не то чтобы автопокупаемый автор, но уже есть к ней определенный кредит доверия, во многом благодаря случаю из практики, поэтому что еще из Норвада я купила практически не глядя. Поэтому давайте-ка поглядим и в аннотацию. Итак, холодной зимней ночью путник сбился с дороги, уже интересно. На его счастье он отнулся на заброшенное поместье, где, о чудо, нашел кровь и стол. Ну, конечно же, уезжая, сорвал заветный цветок. Ну, то есть, да, определенно, это такие отсылочки к аленькому цветочку. Кто же приедет в это страшное место взамен... Вместо незадачливого торговца, которая из трех дочерей или вовсе не дочь? И что же ждет тут, что решит занять место провинившегося? То есть, да, лично я жду какие-то определенные отсылочки и к аленькому цветочку, и к красавице и чудовище. Давайте посмотрим, что из этого выйдет. Первая глава здесь занимает, чтобы вам не соврать, 16 страниц. Окей, 11 страниц, почему начинается книга с пятой. Ну, и я для вас обещала прочитать первое предложение. Поехали. Тем холодным зимним вечером мы с девчонками вышивали при свечах, прислушиваясь, как водят в юго снаружи. Конечно, первое предложение здесь не мега цепляющее, но, тем не менее, какую-то определенную остановку сил оно имеет. И, кстати, очень и очень для меня привычный шрифт. Можно я процитирую? Мне просто совсем не нравится постановка вопроса, ну, как бы, точнее, диалог между героями. Ну, как бы, это мои проблемы, я понимаю, что я придираюсь, но, тем не менее, он мне не нравится. Итак, друзья, здесь завязка лучше в традициях Аленького Сточка, что отец-купец поезжает на сбыт товара и решает привезти дочерям, ну, какие-то гостиницы. Отец, разумеется, теряется во вьюге, находит некий приют загадочный с загадочным хозяином, который там не объявляется, и решает утром сорвать розу с его куста, потому что он вашей дочери обещал. Хорошо, это сказка, я понимаю. Ну, а именно здесь это обыгрывается, но это чересчур странно. Диалог, что, мол, появилось чудовище и заявило, что оно убьет меня, что я, дескать, испортила его любимый розовый куст. Таблички нужно вешать, как в дворцовом саду. Помнишь, мы видали? Какие таблички? Роза не рвать, когда хозяин не видит. Или какие? Не могла ошибиться, но здесь внезапно всплыла фраза, что отдам я замуж племянниц. И где-то, возможно, я прочла неправильно, что это мама их. В общем, да, скорее всего, это, получается, его сестра, потому что в конце она пишет, возможно, и я себе жениха найду с таким-то приданым. Получается, они хотят этого чудовища, как бы, обворовать, потому что у него там есть золото. Для этого глава семейства посылает туда свою сестру. Но, в принципе, логично, если в конце барышни рассуждают, что с богатым-то приданным, который они у чудовища отберут, возможно, и я себе жениха найду. То, скорее всего, да, получается, что это сестра этого Манфреда. Сложное имя очень для меня. Очень быстро она соглашается, знаете. Слушай, там есть чудовище, которое обладает большими богатствами. Да, окей, я пойду, не вопрос. Очень сумбурненькая такая, знаете, завязка. В принципе, такого мощного конфликта я в ней не ощутила. Но, определенно, любопытно, да, что могут из этого сделать авторы Кира Измайлова. Кстати, очень нетипичный для нее слог, потому что мне казалось, по крайней мере, что я читала полтора года назад в случае с практики, он как-то посильнее написан. Но, учитывая то, что это все-таки сказка, скорее всего, слог в стиле сказки, наверное, и выдержан. Странно, любопытно, не особо притягивающе, но для коротания вечера почему бы и нет. Так, я слегка сползаю пониже и беру, наверное, себе, возьмем, наверное, «Бессмертников» Хлои Бенджамин. Я говорила, что для меня это чересчур триггерная книжка по той простой причине, что в ней речь о том, что четыре ребенка, сестра и три брата, они узнают у гадалки дату своей смерти, каждый из них. Честно говоря, для меня это тема, ну, чтобы нон-грата, но немного острая. Не важно, в общем-то, посмотрим. Сзади у нас аннотации нет, потому что здесь у нас перечисления достоинств книги, возможные премии, бла-бла-бла, я все такое. Очень люблю, когда вот выносят на аннотацию вместо аннотации какие-то отзывы. Зачем мне они нужны? Ну, допустим, допустим. Часть первая называется «Будешь танцевать, малыш» про Саймона. Так я понимаю одного из братьев. А здесь пролог у нас гадалка с Эстер Стрит. 69-й год, Варя. Давайте прочитаем про Варю. Варе 13. О, здесь, друзья, перечисления детей. Они шагают по кварталу дружной четверкой. Варя старшая, 11-летний Дэниел, 9-летняя Клара и 7-летний Саймон. То есть, в принципе, я вам неправильно говорила о том, что я думала, что здесь три брата и сестра. Оказывается, нет, здесь две сестры и два брата. Баланс есть. Конечно, уже по первой странице, вот по самой первой прочитанной странице, но какой же мощный контраст вот с этим. Мощнейший. Не то, чтобы я отношусь предвзято к рамфанту, к стилистике подсказки, но все-таки, когда числаешь их почти одновременно, разница есть и очевидная. Честно говоря, очень многое хочется мне вам из нее вслух зачитать. В многом благодаря ее хорошему языку. Опять же, на контрасте с Чудовищами из Норвуда. Но зачитаю вам, пожалуй, здесь очень интересную, на то, чтобы диалог, очень интересную часть, маленькую совсем. Так вот, у нас здесь одна из знакомых героев, некая Рубик, говорит о том, что два года назад, когда мне было 11, заболела бабушка. И эта гадалка предсказала бабушке, что она умрет конкретного числа. 16 мая так оно и вышло. И мы все плакали от облегчения. И не злились? Она что, злится? Что она не спасла бабушку, объяснила Варе. Что не вылечила? Зато дала она возможность проститься, а это бесценно. Да, и не смогла бы она вылечить Дадя. Она, Ришика, знает будущее. Но изменить его не в силах. Она же не бог. И тут такая, знаете, у меня уже в голове такое мощное столкновение, в принципе, фаталиста и человека своей судьбы. Где фаталист считает, что судьба уже предрешена, ее изменить уже никак нельзя. И творец своей судьбы идет вразрез с теми убеждениями. У меня на этот счет позиция двоякая. С одной стороны, я считаю, что мы сами творим свою судьбу. Но с другой стороны, во мне живет такой стойкий фаталист, что, в принципе, если мне суждено, что мне там кирпич на голову упадет, то так оно и будет. И я этого не изменю. Вот здесь очень здорово, что я, в принципе, очень люблю и ценю в изложении автора, что здесь не только повествование действий, но еще и размышления главных героев, их сомнения, страхи и так далее. Вот здесь это все очень хорошо описано. И знаете, на редкость хорошая речь. На редкость замечательный, литературный, классный, современный язык. Очень мне нравится пока. И дети уже нашли эту гадалку, они вот уже к ней пришли. И я вот уже вытираю пост ладошек и готовлюсь к неизбежному знанию. На самом деле, я очень и очень люблю, когда описывается комната главного героя еще со времен Евгения Онегина в школе. Поэтому, когда вот описывается конкретно комната героя, я вчитываюсь в каждую мелочь и пытаюсь считать такой, знаете, психологический портрет героя, который нам показывают, исходя чисто из описания его комнаты и предметов, которые в ней находятся, и как именно они в ней находятся. Первое предсказание уже дали. То есть, получается, сначала зашли младшие братья и сестры, девочки Вари, а потом уже зашла она. Гадалка ей предсказывает. 21 января 2044 года. Времени у тебя хоть отбавляй. В 2044 году ей будет 88 лет. Возраст весьма почтенный. И вот это, конечно, палка о двух концах. Конечно, если тебе скажут, что ты вот умрешь в будущем, в 99 лет, допустим, все равно это лишает какую-то жизнь любого вкуса. По моему личному мнению. Но это я уже, опять же, загоняюсь. Уже на 28 странице я уже загоняюсь, блин. Все, я закончила чтение пролога, получается. Не буду, скорее всего, читать первую часть, потому что, потому что, я вижу, безглавы, что ли, не совсем маленькие. Ну да. Ну да. То есть я уже буду практически на 50-й странице, если прочту еще первую часть. Мне здесь уже не показали остальные предсказания, но, в принципе, по поведению детей, что Клара плачет, что Дэниел угрюмый, что Саймон тоже в прострасте, что им не такой радужный прогноз. Гадалка-то и пророчила. Неважно, в любом случае, я книгу буду дочитывать с большим удовольствием. По крайней мере, пролог мне понравился уже очень и очень даже, несмотря на триггерную тему. Ну, это как бы мои личные тараканы. Написано отменно. Очень хороший слог. Замечательный. Льющийся. Простой. Но в то же время с особой изюминкой. Сразу же нам поставлена задача, обозначена общая проблема, конфликт в целом уже в одном прологе. Отлично. Очень хорошо, по-моему. Однозначно, она пока что вырывается из этих двух позиций в топ наиболее интересных. В принципе, так-то чудовища из Норвуда. Они неплохие, но в сравнении, ну, совершенно никакое не идет. Следующее, что мне хочется здесь взять, это Стивен Кинг. Так, а та вторая глава первая. Она у нас простирается до 28-й страницы. Неплохо. Давайте начнем. Ну и да, первое самое предложение. Одним очень жарким августовским днем 1994 года моя жена сказала, что ей надо съездить в Дерри. Дерри. Врач выписал ей рецепт, по которому она могла купить в Райт Эйнд ингалятор, а то совсем насмор замучил. Ну вот, и уже такой типичный прием Стивена Кинга как открытый саспенс. То есть, главный герой у нас здесь отправляет жену в супермаркет, и в следующий раз он увидит ее уже на экране монитора. Я вообще люблю такую вот позицию автора, что он нам уже обозначает, что в дальнейшем кое-что происходит, и дальше мы следим именно за путем вот к этому самому событию. По-моему, это очень здорово. Вот Стивен Кинг умеет это делать. Она уже на кассе прикупила маленького шоколадного мешонка с начинкой из маршмеллоу. Я нашел мешонка позже в ее сумочке. Развернул и съел, сидя у кухонного стола, куда вывалился держим ее красной сумки, которую она обычно носила на плече. Все равно, что принял причастие. А когда во рту и горле остался только привкус шоколада, у меня из глаз хлынули слезы. Я сидел, склонившись над ее салфетками, косметикой, ключами и плакал, сокрывшись руками, как ребенок. Ну, то есть, да, буквально один прочитанный лист, а уже полностью сформирована завязка. Идеально по мне. Ого. Честно говоря, я думала, что здесь жена главного героя писателя, она попадает в аварию. Здесь у нас описывается мощная такая авария с столкновениями машин, старушек и так далее. Но. Но. Получается, что это его жена прошла мимо них отдельно, упала и уже ее перевернули мертвую. Понятно. Аневризма. Не авария. И еще. Ди Стейн Кинг наводит интригу некую, что она купила некий предмет в аптеке перед самой смертью. И когда муж его увидел, он немножечко подофигел. Я предполагаю, исходя из контекста, что, скорее всего, она купила тест на беременность, а муж об этом не знал. Возможно. Но мы об этом посмотрим, точнее, мы это проясним уже немножечко дальше. Что я говорила? Что я говорила? Была беременна? Так. Досчитала я первую главу мешка с костями. В принципе, нам ничего нового. Автор так-то и не сообщил. Просто мы слегка поглубже забурились с проблемой у главного героя, потому что у него умерла жена, не сказав ему ничего о том, что она как бы беременна, а они там пытались ребенка сделать 8 лет. Вот такая вот маленькая изюминка есть. Просто она поехала за рыбным филе и за инкалятором. У него был насморк. И все. В общем, главный герой этого понять не может. Я надеюсь, что это потом дальше в книге, в принципе, раскроется. Любое ружье у Сенокинга обычно выстреливает. Ну и да, главным героем еще также сняются кошмары. Он, скорее всего, решит потом сменить обстановку, ну и поехать в тот самый домик у озера. Посмотрим, к чему это приведет. Да, как в принципе любое произведение Сенокинга, это для меня хорошо. Пока что начало интригующее, интересное. Я думаю, что по-любому я его дочитывать буду, разумеется. И мне кажется, что самое, что ни на есть в ближайшее время. Следующий у меня на очереди это Джо Аберкромби. Еще у меня садится камера, поэтому я буду читать его, наверное, темпом побыстрее. Взяла первую книжку, аккуратненько посмотрела, что у меня здесь есть введение, которое называется «Почему-то конец». Возможно, это, конечно, авторский ход. У меня он буквально на два листа, поэтому я еще прочту и первую часть, которая называется «Выживший», которая тоже буквально на два листа. Неужели здесь такие маленькие первые главы? Нет. Другая глава уже побольше, но я прочту именно введение и пролог, я так понимаю. Посмотрим, что это такое. Логин. Логин. Логин пробирался между деревьями. Его босые ноги оскальзывались и проезжали по влажной земле, по грязи, по мокрому сосновым иглам. Дыхание клокотало в груди, кровь в гулку стучала в висках. Потом споткнулся и растянулся на боку и два не раз крови в городную клетку, собственно, секирой. Некоторое время он лежал, тяжело дыша и сматриваясь в сумрачный лес. Ну и что я могу по этому поводу сказать? Это было чертовски быстро. В плане того, что я быстро это прочла и также есть очень и очень прям стремительная, схватывающая завязка. И знаете, мне понравилось. В плане того, что меня в принципе очень легко купить на хорошую стремительную завязку, особенно если она начинается со сцены драки, а особенно, когда автор умеет в сцены драк. Вот я считаю, что хороший фэнтезист, он должен уметь прописывать правильно сцены драк. Если вообще можно, в принципе, слово правильно к этому применить, но тем не менее, в любом фэнтези, в любом мире выдуманном всегда бывают какие-то сцены драк, стычек и так далее. А знаете почему? Потому что, я вообще слегка вам выпендрюсь, здесь очень правильно выдержана причинно-следственная связь. Просто потому, что обычно, когда бывает какое-то либо действие, есть на него реакция, решение и другое действие. То есть, в обычных сценах драки, если она прописана сухо и не очень интересно, вы это сразу почувствуете, потому что нету ни отдачи, ни реакции на кое-либо движение. Не потому, что каждый герой должен там скулить, либо вскрикивать, либо что-либо как-то реагировать на каждый удар, но он должен это делать хотя бы наполовину из этого. Из-за этого сценария драки кажется более сочной, прописанной, объемной. Вот, что я имею в виду. Я познакомилась, получается, с главным героем, которого зовут Логен Девяти Палой, а мне подсказывает аннотация, это будет один из главных героев в принципе саги. Собственно говоря, мне уже он понравился, я вам даже здесь засчитаю «Я еще жив!» Прокрепел он самому себе. Еще жив, несмотря на все старания природы, шанка, людей и зверей, насквозь промокший, распластанный на спине, он смеялся хсиплым, булькающим смехом. Хочешь сказать про Логена Девяти Палова, скажи, что он умеет выживать. И да, нам герой это в принципе на семи страницах и продемонстрировал с лихвой имху. И самое вкусное, самое странное блюдо на этот десерт это вокзал потерянных снов. Я не знаю, что меня в принципе укусило для того, чтобы я его прочла в рамках формата Try a Chapter Tag, но возможно это было бы интересно мои эмоции вам на камеру сейчас записать. Вот такой вот объемный кирпичик, я из него читаю ну буквально первую главу. И смотрите, я уже вам покажу вам Форзас. Ага, ага. Жалко, что нет карты, я... Нью Кробизон. Нью Кробизон, надеюсь, что я читаю это правильно. Тут есть воздушные рельсы, железная дорога и лес. Вау. Река Вар, Воронье Ворота, Варская пойма. Так, я, пожалуй, прочту здесь не знаю, чтобы завязку, но я понимаю просто введение в этот мир, которое написано здесь курсивом. Мне кажется, что мне это понадобится. И начну первую часть, которая называется Заказы. Давайте попробуем. Через пустынный вельт и кустарники, и поля, и фермы, и уже виднейшиеся нагромождения домов, словно подымающиеся из-под земли, дезоно царит ночь. Убогие лачуги, тесняющиеся вдоль решенных берегов, как грибы, растут в окружении меня в тьме. Нас скачает, нас швыряет глубокий поток. Такая необычная подача у автора здесь, что кажется, что все пространство приходит в движение. Вот посмотрите, что я имею в виду. Над маслянистым рокотом мотора и нежным уютным лепетом реки возвышаются здания. Ветер шелестит межбревен и ласково ворошит солому крыш. Стены вздымаются все выше, заполняя пространство этажами. Десятки домов сменяются сотнями тысячами. Они расползаются во все стороны от берега, заполняя с собой свет над равниной. То есть, да, как будто бы все пространство приходит в движение. Очень и очень динамичный слог у автора. Ну, что я могу сказать? Видение было крайне насыщенное. Как знаете, такой наваристый, пренаваристый бульон. Либо как будто вы завариваете крепкий-крепкий чай разных сортов, чтобы вкус почувствовать. То есть, да, хочется текст аж прожевать. Настолько он реально насыщенный, полноценный. Очень-очень-очень-очень много всего. Но это, я так поняла, просто в видении, что вам показать весь этот город во всей его красе, по крайней мере, как сюда приезжает некий турист в обведении. И теперь мы переходим к первой части, которая называется «Заказы». Очень прикольно, кстати, оформлены названия глав. Названия глав, названия частей. Поближе покажу. Ага, в таком стиле стимпанковском. И сами главы. Вот. Высоко над рынком резко распахнулось окно. Из него вылетела корзина и, описав дугу, пронеслась на ничего не подозревающей толпой. Судорожно перекуверкнулась в воздухе, а затем, кружаясь, продолжила свой путь спуск на землю, замедленный и неровными рывками. Ага. То есть, не просто ее выкинули, а, видимо, на какой-то веревочке раз, рывками. Ну, да, собственно, как я и говорила, вот, Зеленщик дернул три раза за веревочку и корзинка взмылась обратно в окно, из которого появилась. То есть, это очень удобный такой шопинг. Скинул корзинку, наложили продукты, дали сдачу и вернули корзинку обратно. Это очень удобно. Я просто не могу вам это не зацитировать. Тут, получается, у нас обозначаются герои, некий Айзек и некая его, я так понимаю, дама Лин. И очень клево, когда вот ты еще не знаешь, как они выглядят, а потом автор тебе потихонечку описывает и ты с каждым разом свои брови все выше и выше скидываешь. Оделался со скрызного от живота Айзека. Тот был похож на дирижабль, огромный, тугой и сильный, густо поросшийся двумя волосами. Лин была безволосой. Под ее красной кожей можно было различить крепкие мускулы каждого отдельности, не тело, а анатомический атлас. Айзек изучал его с радостным вожделением. У него зазудело в заднице. Ну, я так и примерно понимала. Нюкробизон представлял собой гигантский рассадник заразы, зачемленный город. Он просто-таки кишел паразитами, бациллами и сплетнями. Ежемесячная химобработка была обязательной профилактической мерой для хепри, если они не желали страдать от зуда и язв. Если вот в двух словах, как можно писать чтение Мьевеля? Ух ты, ух ты, очень круто, как насыщенно, о, что, 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 в смысле, странно, 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 что, что, ну, чтобы понимали, ну, завтракают, я так понимаю, любовники, возможно, да, скорее всего, да. Описывается, как они кушают и Айзек смотрел на огромный радужный жук Скоробей, который был головой его возлюбленной, поглощал свой завтрак. Это романтика. Ну, то есть, да, очень интересно представлять себе героев, как бы ты, если представляешь, немножко неаморфными, ну, в общем-то, беспло... бестелесными, скажем так, бесплодными, как. В общем-то, ты себе не представляешь, а потом уже, исходя из описания, ты себе уже голове вырисовываешь, и вот с Мьевелем ты не можешь предугадать, что ты увидишь в следующий момент. Это, конечно, интересно. В общем, закончила я первую главу Мьевеля, и знаете, это, конечно, любопытно, не шокирующе, потому что, ну, извините, 9 тамов саги за спиной, ну, кого это может шокировать, в принципе, но это очень интересно, это очень странно, любопытно, но интересно, очень необычно. Я так понимаю, исходя из первой главы, нам рассказывается здесь просто про взаимоотношения двух любовников в двух разных раз, я понимаю, исходя из текста, что это здесь не поощряется совершенно, именно взаимоотношения двух раз, особенно сексуальные. Главный герой Айзек, он бывший преподаватель университета, и также он работает над новыми киноисследователями, а его пассия Лин, она художница. Я очень загорелась поискать конкретно фан-арты по вокзалу потерянных снов, это будет любопытно. Меня, в принципе, в первой главе только особо удивило ковыряние в заднем проходе, это было немножко неожиданно для меня. Но автор нам сразу показал, что он намерен нас удивлять всеми способами. Мне кажется, это будет интересно. Итак, вердикт. Вкратце, самая интересная прорисовка мира, прорисовка, в принципе, текста, я отдаю трем книгам. Да, меня удивил вокзал потерянных снов, было очень здорово написано и у бессмертников, и сцену драку я не могу тоже пропустить, потому что она была написана крайне здорово, это было отлично. Это именно по языку, по сюжету я считаю лучше всего была исполнена завязка вот в этих двух вещах, у Стивена Кинга и в Бессмертниках. Да, здесь сразу понятно, какой примерно конфликт, что у нас примерно ожидает, и в целом, да, здесь самое, не то чтобы качественное, но самая явная, скажем так, завязка. Это здорово. Ну, в принципе, та же заявка здесь видна и в Чудовище, но, знаете, на фоне последующих четырех книг оно настолько здесь померкло, по моим личным меркам. Это, конечно, странно сравнивать ром-фант, стимпанк, триллер и эпическая фэнтези, но, тем не менее. Да, здесь есть завязка, но она здесь настолько сумбурная, настолько вот быстро-быстро-быстро исполненная. Эта книжка, она подойдет конкретно для обычного летнего отпускного в целом, вечера, почему бы и нет. Да, три главной героини, их тетушка отправляется взамен их отца Чудовищу. Ну, примерно, как в сказке Аленький цветочек, но думаю, что там нас ожидает совершенно иной поворот, потому что у девушки из Аленького цветочка не было нелегкорыстных целей, а здесь они присутствуют. Это, конечно, интересно. В Бессмертнингах, как я уже говорила, два брата и две сестры идут к гадалке за своим предсказанием. И, в принципе, только одна старшая сестра остается им довольна, остальные там что-то не очень им довольны. В целом, очень здорово прописано, очень и очень удачно, я это сказала, стиль автора. Интересно. Это я буду читать, ну, чтобы не соврать, ну, в одной из первых очередей, однозначно. У Стивена Кинга здесь все типично для него, для привычного мне стиля, для привычной мне подачи. Опять же, здоровский открытый саспенс. Все понятно, все отлично, все здорово. Даже не знаю, что добавить вам или прибавить. А с этими двумя вещами я прям ждала знакомства, и они меня обе не разочаровали. Конечно, Обер Кромби я прочла, ну, буквально всего ничего, но этого мне уже хватило. Я думаю, что мне должна книга понравиться, уже исходя из того, как, в принципе, автор пишет. Ну, это, конечно, это было удивительно. Было бы здорово очень и очень увидеть Мьевеля именно в графической версии. Здесь, в принципе, наиболее выражена завязка у Обер Кромби из этих двух представителей, потому что Обер Кромби, она наиболее динамичная и драйвовая. То есть, начинается все с драки, с нападения на какое-то племя, и обозначается у нас здесь главный герой с претензией на выживание, на будущее, какие-то действия. Да, а здесь у Мьевеля особо завязки, какой-то психологической нагрузки в плане конфликта нет. Я этого не увидела, но, но, я не переставала удивляться каждые две строчки, насколько у автора, во-первых, многогранный язык, во-вторых, насколько у него фантазия безгранична. Мне кажется, что Мьевель с Брайаном Воном бы спелись, я так думаю. Короче, друзья, это был мега интересный опыт, я вам скажу. У меня слегка в голове, ну, чтобы перемешались стили, но очень плотная нагрузка на мозг, и понимаешь, что, скорее всего, я буду читать только лишь две, а то и три. Ну, максимум книги одновременно из этих всех. Наиболее меня заинтересовало, честно, вот это, это настолько необычно, что просто невозможно мимо этого пройти. На втором месте, вот тут, конечно, мне сложно выделить между Бессмертниками, Кингом и Оберкромби, я бы, скорее всего, из них и всех взяла бы на чтение, на данный, на мой личный момент, я бы взяла бы Кинга, потому что я хотела бы его сейчас прочесть. А вообще, конечно, интереснее завязка вот здесь, потому что она здесь с наиболее интересным конфликтом, по крайней мере. Но и Оберкромби здесь тоже мимо непролежек говорится. Наименее из всех интересное, не потому что они здесь такие, знаете, четыре крутые кита, а я взяла такую маленькую рыбешку, но тем не менее, рыбки тоже имеют право на существование, на отдых, по крайней мере. Ух, что-то я загнула, мне кажется. И если вдруг вам такой формат понравился, то, возможно, я как-нибудь его потом, в будущем, возможно, осенью и повторю. Если, разумеется, вам это интересно. Ну, в принципе, все, друзья, надеюсь, что вам это видео понравилось. Для меня это был мега интересный опыт. Я набрала себе очередных недочитышей, надкусанных книжек, но это было интересно. С вами была Аня Кобычна и увидимся с вами уже в моем будущем прочитанном. Все, всем пока, ребят.